Всем привет, друзья, с вами Маркович, и мы продолжаем играть в Farming Simulator 19. Ну что ж, я таки загрузил наше дерево, спиленное и распиленное, в наш прицеп, он там даже брезентом накрыл, но сверху всё равно немножечко выпирает, так сказать, сквозь него, но ничего страшного. Забил под завязочку, как видите, и, кстати говоря, даже не всё дерево вместилось. Ну, конечно, там, понятно, аккуратненько особо не сложишь, как накидал, так и накидалось, там постарался как-то более-менее, знаете, утрамбовать, что это дело, но тем не менее. Там ещё в кустах, где-то, мне кажется, ну верхушка дерева точно валяется, там, в принципе, не мешается, думаю, ладно, фиг с ним, тем более загрузилось уже, не буду париться с той частью. Ну так вот, ну, кстати, помимо этого, нам с вами ещё предстоит вот это вот дерево убрать, да, но я думаю, тут нам с вами трактор поможет, собственно. И ещё у нас с вами здесь это дерево лежало, тоже отдыхало, где-то здесь мы с вами спилили, а вот, собственно, оно здесь и есть, такое офигенное прямое, блин, его обработать бы нормально, да, не вручную вот инструментами, но, к сожалению, инструментов пока у нас с вами не имеется, поэтому придётся, видимо, либо оставить его здесь отдыхать, либо всё-таки вручную с ним тоже разделаемся. Ну и, конечно, уберём вот это дерево точно 100%, потому что он тут явно мешается, мы тут с вами часто ездим, разворачиваемся и так далее. Ну и, может быть, это ещё тоже спилим, посмотрим. Короче говоря, друзья, нам с вами сейчас пока наши тут бобы замечательные, точнее, соевые бобы поспевают, да, подрастают уже, видите. Видите, первый этап пошёл, уже взошли наши посевы, сорняков вроде как нигде нет, я посмотрел, сбегал, всё хорошо, вот, поэтому сейчас отвезём и, кстати говоря, по поводу того, куда отвозить. Есть тут лесопилка, собственно, вот на неё можно отвезти, но также у нас здесь рядом я видел теплоцентраль есть, куда можно сдавать дерево. Вот здесь такое специальное местечко, даже, видите, брёвна везде лежат, можно подойти к этому значку, и тут как раз-таки появляется кнопка «Продать дерево» у нас. В принципе, можно и сюда привезти. По ценникам я, честно говоря, не очень понял, потому что... Где у нас тут дерево, давайте смотреть. Есть только вот такое вот, это щепо получается, я так понимаю, да, а дерево, тростник, смотрю, картохан, это всё не то. То есть, самих как бы брёвен-то и нету, но я бы попробовал сюда отвезти, в принципе. Зачем нам ехать до лесопилки, она достаточно далеко от нас находится, если можно, сдать прямо под боку у нас здесь, под боком, да? Но на лесопилку, конечно, тоже нужно будет съездить, там интересно посмотреть вообще, как она устроена, что там вообще делают. А ещё вот здесь тоже, смотрите-ка, погрузки извести, станция погрузки извести, а здесь биогаз. Интересно, давайте посетим это место, что здесь... Опа. Так, ну, кажется, здесь тоже что-то связанное с деревом, да, или нет? Непонятно, кстати, тут что-то, то ли какой-то силос вообще, то ли что это такое. Наверное, силос, скорее всего, я думаю, да? Здесь сгружается. Ладно, давайте ещё застрянем. Ой-ёй, вот о чём я и говорил, да, скорее всего, здесь какой-нибудь силос там... Да, 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 100% он, потому что даже, смотрите, эти силосные ямы, или как это правильно называется, похоже на них, по крайней мере. Ну ладно, тогда, в общем-то, я думаю, наверное, рядом с сараем сдадим с нашим. Точнее, в сарай сюда съездим и сдадим здесь дерево. Давайте-ка, где-то там мой трактор. Давайте, сядем в него. Балдёж, сразу в нужный попали, отлично. Зацепимся и поедем, сдадим. Посмотрим, сколько там с вами за это денег отвалит. Я надеюсь, что отвалит. Если там такое дерево не принимают, ну, значит, надо будет ехать на лесопилку тогда. Ну, мы попробуем сразу заодно и узнаем с вами. Кстати говоря, потом я хочу всё-таки, наверное, попробовать... Так, я так зацеплюсь, интересно, или нет? Зацеплюсь, да ладно, серьёзно. Ну-ка, вот, было же. Отлично, нормально, зацепилось. Балдёжненько. Всё, поехали. Потом, наверное, я всё-таки поля эти постараюсь объединить. Возьму самый дешёвый плуг. Какой там только есть. А есть он тут совсем недорогой, вроде как. Где-то были они сейчас. Во, плуги. Плуги за тринадцать... Нихера себе, недорогой, дешевле, честно говоря. Ну, вот тринадцать тысяч, короче, стоит он. Двухметровый. Есть чуть подороже, два с половиной метра, да, получается. А, ну, на тысячу всего лишь дороже, слушайте, а на полметра больше. Ну, можно такое будет взять. И попробую, когда уже, естественно, урожай соберём, чтобы там ничего не попортить, постараюсь более-менее ровно доделать там эту часть, которая была свободной. Потом нужно будет её хорошенько вспахать. Вот. И, собственно, тогда уже будем смотреть, как они будут работать на этом поле. Будет ли считаться оно заодно. По идее, должно считаться заодно. Но, главное, чтобы они обрабатывали. Я думаю, там нужно будет известью обработать тогда, да, по-хорошему, чтобы сразу везде счётчик у нас обдулился, скажем так, урожайности. Вот, всё это обработаем известью и будем засаживать уже целое огромное поле. Туда бы, конечно, такое поле желательно технику побольше, да, получше, да. Ничего не вываливается. Вроде нет на месте. Всё вроде на месте. Так вот, туда, конечно, лучше технику. О, аккуратненько, столб собрал. Побольше, но, как бы, непосредственно пока что. Поэтому, не знаю, посидим, подумаем, как что-то сделать лучше. Может быть, оставлю пока так. Попозже буду делать тогда этим заниматься. Ну, именно увеличением полей, объединением и так далее. Так, ну, мы как бы на месте, по идее, да. Заехали в этот квадратик, заехали. Давайте выйдем. Так, и попробуем сейчас продать. Итак, сколько мы с вами денег получим? Продать дерево? Представляете, за одно неполное дерево мы с вами получили 7 тысяч. Охренеть. Какие вообще вопросы могут быть тогда, чем здесь заниматься, если не древодобыванием и древообработкой вообще? Шесть. За неполное, просто срубленное чуть ли не вручную дерево и распиленное реально вручную за какие-то головешки непонятные мы получили 7 тысяч. Охренеть. Слушайте, ну, мне это нравится, честно говоря. Соответственно, мы, скорее всего, я думаю, будем заниматься деревом. Такие, с этого можно нормальные деньги поднять, я так думаю. Поначалу, конечно, может быть сложно, может быть сложно будет их пилить, перевозить, вот это делать, но я думаю, в итоге-то, когда мы будем потихонечку с вами технику закупать, а все-таки какую-то начальную, я думаю, мы с вами купим тогда в кредит, ну, потому что на полях, не знаю, мы, конечно, зарабатываем чуть-чуть совсем, но там реально, это же минус зарплаты, минус выплаты по кредиту, минус еще на содержание, на все такое, поэтому, конечно, с полей особо жирно ты не заработаешь. Но на первое время в любом случае пойдет, конечно, и дальше уже будет видно. Но я думаю все же, уже под древесину определить какое-нибудь новое поле, возможно. Ну, либо здесь попробуем, не знаю, но денег, надо быть здоров все равно. Денег нужно быть здоров на это дело, поэтому нужно подкопить чуть-чуть, я думаю. Так, ну ладно, мы с вами посмотрели, что за одно дерево нам неполное дали 7 тысяч, офигеть, просто можно. Это прям очень даже недурно, знаете ли. А представляете, сколько их на грядках растет, да? Ты же потом все собираешь, полень ровненький обработанный увозишь, там, наверное, вообще денег неимоверное количество получается. Но, с другой стороны, вопрос в том, как оно растет и как за этим всем ухаживать, тоже хороший. Так, а куда бы нам тебя пока поставить, кстати говоря? Не здесь же тебя оставлять. Давай, конечно, немножко назад отъездим. Чуть-чуть совсем назад и где-нибудь здесь, здесь тебя сейчас прямо за этим проканем. Аккуратненько, аккуратненько, поехали. Поехали, поехали, давай, разворачивайся, разворачивайся. Поворачивай ты еще. Ну ладно, мы здесь оставим, короче, тебе давай. Все, тентиком накроем, оставим здесь. А сами поедем сюда. Ну и что, мы с вами ждем, получается, урожая наших бобов, естественно. Когда они взойдут, чтобы их собрать. Потом, наверное, тогда займемся полем, в одно его сделаем. И, наверное, будем потихонечку окунаться, пробовать, собственно, выращивание древесины и всего прочего. Ну, видите, тут у нас теперь чистенькое. Да, вот кусочек древесины торчит. Кусочек дерева того торчит, остался он там в кустах валяться. В принципе, конечно, можно его тоже выпилить по-хорошему. Да, там еще даже ветки остались, еще кусочек ствола остался. Но вот, к сожалению, мне пока что никак не подтащить сюда. Ну, а так-то у нас на участке еще много древесины, которые можно спилить было бы и утащить. Но, честно говоря, мне очень вручную хочется этим заниматься. Прям вообще очень не хочется. Прям совсем не хочется. Хочется взять агрегат, который бы все это дело бахнул бы, и все было бы нормально. Так, а давайте-ка еще посмотрим. Пам-пам-пам-пам, грузовики, прочее-прочее. Это все стоит денег. Это все, конечно, стоит денег. Тягачи какие офигенные продаются. Так, оборудование для резозаготовки. Сколько нам чисто теоретически нужно денег, чтобы хоть что-то делать, да? Это у нас для посадки 26 тысяч, допустим. Ну, это у нас есть. Этого у нас... Мы же за 3 500 можем купить такую штуку. Так, стойте, подождите-ка, 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 секундочку. Да, мы не покупали ее, получается, да? Мы можем купить за 3 500 такую штуку и таскать древесину на тракторе тогда тоже, слушайте. Так, 3 500, допустим, хорошо. 26 для высадки, 3 500. 29 500, ну, 30 тысяч, короче говоря, да? 30 тысяч. И вот тут уже самое дорогое начинается. Либо стружку, кстати говоря, делать, да? Тоже 64 тысячи получается. Либо прям такую уже с краном за 88. И прицеп за 54, кстати, есть. Либо за 28, но за 54 получается для перевозки бревен тоже уже с манипулятором, я так понимаю, да? Короче, можно тогда манипулятор отдельнее покупать, купить прицеп, типа, и возить на нем бревна просто, и все. Я так понимаю. Ну, вот вопрос хороший. Собственно, подойдут ли бревна необработанные, то есть с этими стучками, со всеми прочей ерундой. Можно, конечно, их поотпиливать, попробовать нашей бензопилой, как бы, хоть какая-то херня и получится, но, тем не менее, что-то да получится у нас с вами, да? Но у нас с вами сейчас 32 тысячи. И мы, конечно, можем взять еще больший кредит, но не очень-то мне бы этого хотелось. Так, а сколько эта штука стоит? Давайте, наверное, может быть, попробуем хотя бы купить ради интереса просто, да? Потратим 3500 и ради интереса попробуем купить сейчас с вами вот такой вот манипулятор, который будет перевозить бревна. То есть мы, как бы, сможем прицепить его к трактору так же и уже таскаться вместе с ним. Что уже, в принципе, не так-то дурно, на самом деле. Что не так-то дурно. Подкатная тележка. Вот я не знаю, я что-то не видел этой подкатной тележки. Где-то она должна продаваться. А, во-во-во, подкатные тележки. Вот они точно. Она здесь единственная за 9 тысяч, кстати говоря. Давайте посмотрим на нее тоже. Так. Ну, в общем-то, цепляется, понятное дело, это к трактору. А здесь уже, как получается, как у трейлера крепление, да, какого-нибудь. И к ней как раз-таки эта штука вся цепляется. Так, а если тележку покупать, ну-ка, сколько денег нужно? 9 тысяч она стоит сама по себе, да? 9 тысяч она стоит. И 28-37 тысяч получается, если покупать вот такую вот штукенцию. Но сюда нужно будет как-то грузить все это дело. Огромные поления. Сюда, мне кажется, сложно будет грузить, поэтому... Не знаю, мне кажется, лучше вот такую за 54 купить и не париться все равно тогда. В любом случае, да? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Так, а сколько у тебя получается конфигурация древесины? О-о-о, ничего себе. Конфигурация тюка. Ага. Так. Так, это под дерево получается. А, так это можно дерево тюки, что ли, увозить, получается, на ней. Я так понимаю, да? Ну, судя по всему, да. 55-54, ну понятно. Короче, давайте сейчас купим пока вот штукенцию. Я хочу немножко тогда вытянуть этот ствол, который здесь лежит. Так, где-то мы с вами видели-то это дело. Вот здесь манипулятор. 3500 всего стоит, тем более, я думаю, нормально, можем себе позволить. Как бы. Во, да-да-да, нормально, тоже крепится, и все будет работать прекрасненько. Покупаю тебя тогда до 3500 минус, окей. Че у нас там, ба-ба-бам, кстати говоря, растут потихоньку, растут. Давайте мы, наверное, немножко времени пока ускорим. Сейчас будем мотаться туда-сюда. Так, а время я, наверное, ускорю до 30 аж. Я думаю, мы успеем с вами туда-сюда смотаться и забрать тот самый манипулятор, при помощи которого будем потом уже с деревьями справляться. Но это все интересненько, интересненько. И действительно, мне кажется, нормальные деньги нам, в основном, сможет привезти, принести. Ну, больше, чем поля. Хотя вот поля с древесинами, кажется, там вообще можно нормально зарабатывать на них. Ну, возможно, мне так кажется. Но вот и проверим заодно, кстати говоря. Вот и проверим. Так, мы на месте, и вот нас тут с вами ждет манипулятор. Так, манипулятор только у нас с другой стороны подъехать, видимо, да? Я так понимаю, он же спереди тоже крепится к нам. Ну, судя по всему, что спереди. Так, давайте аккуратненько. Аккуратненько, тихонечко, легонечко подъедем. И заберем эту штукенцию. Так, во, все, прицепляем. Да, да, балдежненько. Вот он присобачился к нам. Как мы можем тобой управлять? Можем вытягивать. Ага. Можем обратно втягивать. И, собственно, клещ захват, да? И они, к сожалению, не вращаются никак. Просто захватываем и все. Ну, я понял. Так, что еще можно? Опустить инструмент. Это, видимо, чтобы поднять, да? Захватили. И, допустим, так дальше поднимаем, перевозим, куда нам с вами нужно. Ага. Ну, поехали. Поехали. Попробуем зацепить то, что у нас там с вами валяется. Как раз-таки кусочек остался. И тогда можно его будет, в принципе, тоже распилить. Где-нибудь. Ти-фига себе. Как же вы офигачите стороны-то в сторону. Сможем его распилить, в принципе, тоже продать тогда. Почему бы нет? Тоже все-таки какие-то денежки, знаете, дополнительные. Ну, и сможем подтащить тогда сосну куда-нибудь там до этого. Аккуратнее на виражах, дружище. Аккуратнее. Но как же теперь здесь удобно стало. Смотрите, здесь теперь ничто не мешает. Там никакого дерева. Я еще думаю, потом вот это спилю тогда тоже, который спереди стоит. Чтобы прям можно было через кусты напрямик вот так проезжать. В принципе, и все. Так, ну, пробуем. Давайте. Давайте попробуем. Так, ты что, зацепился, что ли? А, нет, все нормально вроде. Попробуем как-нибудь зацепить тебя. Сейчас проверим. Так. Не вижу там, правда, что у нас с полями происходит. Но, вовремя, пока ничего. Так, иди сюда, давай. Давайте немножко время все-таки остановлю на всякий пожарный. Просто Х5 сделаю. О, все. Теперь точно нормально будет. Итак, опускаем. Опускаем это дело. Далее захватываем. Так, захватили. Нет, не захватили. Я понял. Так, поднимись. Поднимись. Поднимись, поднимись. Блин, это немножко неудобно, знаете. Нужно сразу под... Чихо, чихо, чихо. Нужно сразу подъезжать, как надо, прям ровненько. И потом захватывать. Значит, тут потом уже не повращаешь никак, к сожалению, его. Ну, судя по управлению. Так, вот так хватает, да, получается? Окей. Сейчас немножко отъедем в сторону. Тогда давайте поровнее встанем как-то. Подъедем как можно ровнее к этому бревну. Ну, и будем уже хватать его тогда. Аккуратненько. Давайте подъезжаем. Тихо, спокойно. Чуть-чуть вниз. Тут уже такой склон идет, нехороший. Но я думаю, вот так можно будет, в принципе, хватит. Давай вниз. Так, ну все. Он уже вжался в землю. Тут по-любому должно схватить. Схватило, мне кажется. Поднимаем. Ээээ... Нет. Не поднялось оно почему-то. Так. Нет, не опускай. Подними, лучше поднял. Молодец. Так. Давай попробуем еще вытянуть тебя подальше туда. Немножко отъедем сейчас. Во. Так, отъехали. Давай, опускай. Захватим. Мы сейчас просто потянем тогда. Давайте. Захватили. Тянем. Нет, оно выпадает. Оно выпадает. Оно просто выпадает. А, во-во-во. Зацепилось вроде за что-то, да? Ну, видимо, так и нужно их возить. Вон у кого здоровенный. Смотрите, там ветвистое все, капец. Но нам тут с вами нужно как-то развернуться еще. Трактор даже проскальзывает. Капец. Жесть какая. Только гляньте на это. Ну, мы вытащили его хотя бы из этой ямы, и теперь она у нас на глазах. Так, хорошо. Как тебя допустим? Ну, отпускаем. Все, отпускаем. Давай, отпустили. Окей. Так, поднимаем. Поднимаем. Отлично. Давай. Все, втягиваем. Постой пока здесь. Сейчас, секундочку. Секундочку. Давайте-ка выйдем. Ну да, вот, собственно, мы вытащили его из ямы. Таким способом можно их таскать. Но только не понимаю. Оно получается, когда захватывается, оно же не крепко хватает его, да? То есть, нужно какой-то либо, чтобы там сучок был, либо что-то еще, за что оно может зацепиться. Либо просто крепче пытаться прижать как-то. Возможно так. Так, ну-ка. Что там спорим? Во-первых, проверим. Давайте, чтобы сорняки случайно не взошли у нас там. А мы такие, типа, опачки. Не, наоборот, пока нет ничего. Нормально. Хорошо. Так, а мы с вами можем пока это дело все выпилить. И распилить даже на части, наверное, можем. Кстати, ну, единственное, что да, это мы действительно сможем только перетаскивать, потому что высоко нам с вами не поднять и, соответственно, не загрузить в наш прицеп, который у нас есть. Поэтому мы здесь можем только на части распилить чуть-чуть. Так, а ну-ка, как там тебя убрать, допустим? О, убрали веточку. Давай-давай здесь тоже уберем. Все, убрали веточку. Так, вот эту веточку тоже бы убрать нам, на самом деле. Давайте, оп. Не убираю. А, все, убралась. Отлично. И вот этот большой сучок нам с вами нужно спилить будет. Он не будет явно мешаться. Так, ну-ка, ну-ка, иди сюда. Здравствуйте, пониже присядем. Хочу как можно ближе к стволу вот врубить. Ну, пожалуйста, давай. Вот, вот так, я думаю, да, это будет самый оптимальный вариант, в принципе, в нашей ситуации. Давай. О, в общем, поехали, пилим. Так, отпиливаем. Ага, есть контакт. Хорошо. Давайте, наверное, еще немножко потащим его туда, в ту сторону. Я думаю, это будет не лишним, в принципе. Так, врубаем. Врубаем очень много света. Давайте разворачиваемся. И вытащим как можно больше это дерево. Замечательное. Так, там, правда, столбик. Но я думаю, нам мешаться не будет сильно. Окей, подъезжаем. Давайте, подъехали. Подъезжаем, 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 подъезжаем. Так, что мы с вами теперь делаем? Нам теперь с вами нужно как-то это все дело... Как-то все это дело, чтобы оно зашло за дерево, да? Давай попробуем. Оно уже даже двигается. Оно уже даже сейчас двигается, потому что сцепилось. Да, не очень-то удобно, честно говоря, как-то. Жалко, что его крутить нельзя, вот жалко. Так, подожди, может я просто не соображаю что-нибудь? Да нет, все правильно делаю. Должно просто лежать плотно к земле, иначе получается полная ерунда. Так, ну-ка, ну-ка давай отъедем сейчас тогда. Отъезжаем, отъезжаем. И вот сейчас, сейчас попробуем зацепить. Так, едем вперед, едем вперед. Во, заехали. Так, теперь нужно зацепиться, попробовать. Мне кажется, сейчас уже слишком тонкий он получается, но мы попробуем. Давай, подальше отъедем только. Подальше, чтобы там ничего не мешало нигде. Вот здесь цепанем сейчас. Так, что делаем? Мы берем, значит, опускаем тебя. Так. Зажимаем. Крепко-крепко. Во, во, во. Вот. Ну, это все, это максимально, что я могу. И потихонечку, полигонечку тащим. Это максимально, собственно. Ну, вот оно вроде потихонечку и едет, кстати. Трактор еле справляется, даже он колеса прокручивается. Жесть, какая, смотрите. Капец, как же скользит. Так, ну мы с вами вроде вытащили, насколько нам с вами нужно. Больше-то, в общем-то, и не надо. Отпускаем тогда тебя, давай. Поднимаем. Отъезжаем чуть дальше, чтобы не мешалось. Так. И давайте подойдем, посмотрим. Ну все, теперь, мне кажется, можно до конца его обработать и распилить еще. Кстати, вот еще тут сук валялся. Даже не один, кстати. Он тут большие, здоровенные. Их тоже, я думаю, нужно будет подтащить, потому что... Ну, распилить их здесь крайне неудобно в кустах этих замечательных. Вот. А здесь тоже можно теперь немножко обработать. Во. Так, давайте. Так. Все, работаем. Здесь тоже поехали. Отлично. Отлично. Все. Мы с вами до конца его, считайте, обработали. Смотрите. Прямо практически какая-то, знаете, указательная палка. Хе-хе-хе. Только в огромном размере. Ну и можно распиливать из... Ну, я такое не загружу, к сожалению. Единственное, что мы с вами можем сделать, это, возможно, продать целиком. Дотащить. То есть до того участка, кстати говоря, да, и попробовать продать. Мне кажется, было бы нормальной темой. Но, с другой стороны, можно опять же спилить. Так, проверяем опять, что у нас там с полями. Ничего не случилось пока. Сорняков нет. Не хочу просто, чтобы эта штрафка урожайности была у нас. Но не, пока уже все нормально. Окей. Так, что мы сейчас с вами попробуем сделать? Мы попробуем сейчас это дерево. Так, во-первых, давайте вот это обработаем. Так, да, то, что здесь тоже лежит. О, поехали, поехали. Так, все, обработано. Я думаю, такую штуку даже, может быть, и не захватит, как знать. Как бы на кусты убрать бы вас отсюда. Так, а то я тут нифига не видно. Но эти надо вытаскивать. Эти надо тоже вытаскивать из ямы, иначе... Так, он один здесь остался, что ли? А нет, два вроде, да? Или один, не могу понять. Два. Вот один, вот второй, да. Но это тоже все вытащим. Это можно попробовать, в принципе, тоже сейчас зацепить. Только как мы с вами потащим? Вот, вопрос хороший. По дороге придется объезжать. Здесь ты фига объедешь по-нормальному, мне кажется. Но попробовать стоит. Давайте сейчас. Тихонечко подъедем. Забавно будет, если он не продастся в итоге. Зря причем ехали, да? Но нет, я надеюсь, что нормально все будет. Так, так, мешается немножко, все, опустилось. Давайте. Цепляем. Цепляем. Максимально зацепили, максимально зацепили. А если попробую поднять сейчас его? А, ух ты же, ебономать! Трактор накоренился, смотрите. Да ладно, от такого бревнышка он прям трактор накореняется? Серьезно? Жесть, жеесть. Он нам вообще никак с ним не справится. Смотрите, мы что угодно можем делать, и ничего не получится в итоге. Нормально, поэтому нужно поднять. Ой, в смысле, опустить. Во. Чтобы хотя бы какой-то зацеп колесами был, и пытаться сейчас как-то... Нет, он отцепится. Нет, это бесполезно, он будет отцепляться постоянно, мне кажется. Хотя... Но мы с вами будем долго так мучиться. А, лоу, смотрите, может... Очень странная хрень. Может через поле туда попробуем отвезти, если он так отцепляется. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Просто ради интереса, знаете, прода... Воу-воу-воу-воу-воу, как же его вводят, вы бы знали. Как же его вводят просто с стороны в сторону. Не, ну это нереально, конечно, это бред. Давайте отцепим. Отцепим лучше, ну и нафиг. Поднимаем. Сейчас отъезжаем. Жесть. Очень жёстко. Так, ладно. И, конечно, да, тогда лучше обработать его до конца. Дерево это распилить на запчасти и уже в кузов погрузить, соответственно, там и увезти. Давайте за кузовом сгоняем хотя бы тогда на этом тракторе. Не будем пока отцеплять. Пускай будет прилеплен манипулятор. Мы сейчас с вами просто прицеп сюда подвезём баблю. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо, как же он много весит-то, ёлки-палки. Уж прям из стороны в сторону, смотрите, шатает. И управление совершенно другое стало у трактора. Жесть. Просто жесть. Так, главное сейчас по полю не ехать сильно, чтобы там не сдоптать ничего. Наши урожайности, да? А то будет нас минус урожайством. Не хотелось бы, конечно, не хотелось бы. Ну ладно. Так. Где там? Без света как-то едем с вами, да? Это наш прицеп. Давайте его бахнем. Мы сейчас будем продавать тогда распилить. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Как же он накреняется. Видели, да? Жесть. Но сейчас с прицепом, по идее, такого быть не должно. По идее, с прицепом сейчас должно гораздо легче стать всё. Ну, точнее, просто с другой стороны тоже, считайте, противовес теперь будет. Так, давай. Присыпляемся. Коннектимся. Оп. Отлично. Есть контакт. Ну всё, поехали. Теперь, думаю, спокойно можно ехать. О, наконец-таки шум прошёл. Но всё равно, как-то знаете, чувствуется, что как будто спереди что-то болтается такое. Очень внушительно весящее. Сейчас мы с вами будем пилить, выбрасывать тогда и как раз-таки ждать, я думаю, урожая. Так, аккуратненько здесь поворачиваем. Давайте. Я по дереву смогу проехаться, интересно? Ну, мне просто нужно здесь прицеп оставить, а я сам бы... Ну, да, да. Можем проехать, хорошо. Всё, прицеп там бросаем. Едем сами сюда дальше тогда. Сейчас попробуем с вами сразу ветки, наверное, вытащить тогда, да, хотя бы? Ну, или не ветки. Нет, давайте сначала распилим эти, чтобы здесь место было свободное. Развернёмся, просто пока подготовимся. Местечко себе подготовим, скажем так. Для манипуляций. Всё, хватит. Давайте. Достаем нашу замечательную пилу и пытаемся здесь всё это дело распилить. Пропало? Серьёзно? То есть верхушка у нас просто пропала. Она даже не отлетела, она именно пропала, да, я так понимаю? Жаль. Ладно, пилим. О, всё. Здесь уже можно. Замечательно. Так, я надеюсь, ты такие штуки-то поднимешь хотя бы? Давай аккуратненько. Так. То есть, надеюсь, меньше их пилить-то не нужно будет нам с вами ещё. А то, когда слишком толстое дерево, он вообще поднять ничего не может даже. Так, ну попробуем. Можешь, да, поднять? Отлично. Ой, ё-моё, забыл тен снять. Ёлки-палки. Придёт сейчас опять крутиться-вертеться здесь. Ну ладно, ничего, давайте. В принципе, довольно быстро. Только приехать, зацепиться и нажать на кнопочку на пульт управления. И всё, в общем-то, будет готово. Ну, конечно, странно, кусочек один пропал. Сейчас древесина просто в никуда, видимо, слишком маленький был. Так, давай, мы сейчас тебе это самое прицепим. Прилепим. Так. Откроем и всё, отцепляемся. Давай. Выходим. Поехали. Так, пробуем. Пробуем вот эти ещё взять тоже. Отлично, всё, можно поднять. Давай. И перебросил, да? Конечно, перебросил. Естественно. То хрен чего добрасывает, то перебрасывает. Молодец какой. Давай вот так лучше кидать. Так точно попадёт внутрь, куда нужно. Так, разрешите, пожалуйста, взять вот... Да, ёпану мать. Взял. Тебе мешает. Опа-опа, нормально. Нормально, давай. Так, спокойно. Кидаем. Аккуратно, не спеша. И так, будем сейчас загружать. Угу. По голове себе сейчас загрузим весь прицеп. Но таким способом пока так... Только так и получается, в общем-то. Мне кажется, он там опять перелетел куда-нибудь, да? Куда не нужно было перелетать. Как-то он силы, знаете, не рассчитывает или нет. Или всё-таки на место упал. Ну, наверное, на место упал. Окей. Будем считать, что так. Так, ещё колобашка у нас была спиленная. Давай распиленная. Её тоже сейчас запихнём туда. Оп. Закинем. Ну и всё. Дальше нужно пилить опять. Давайте вот такой кусок поворотом отпилить. Отфигачить. Сможешь взять? Да ладно. Ничего себе, ты силач. Это, видимо, знаете, за прошлый раз поднакачался немножко. Теперь может больше куски брать. Так, поехали. Пилим. Пилим, разбираем и выкидываем, конечно же, в кузов. Тут уже подольше, так знаете. Но всё равно может взять. Ничего себе. Ничего себе. Я удивлён. Ну да, уже зато, видите, кое-как кидает. Только осторожно. Главное, не на себя. Так. Давайте-ка здесь подойдём. С этой стороны попробуем. Опа. Еле-еле. И то немножко не закинул всё равно, да? Так, ну давайте поможем из кузова тогда. Всё, вы здесь останетесь, пожалуйста. Спасибо большое. Но за это мы, конечно, вряд ли много денег с вами получим, потому что это остатки дерева получаются. Но, тем не менее, я думаю, что-нибудь нам с вами перепасть там должно. Пару тысяч, может быть, пару тысяч или около того. Было бы здорово, на самом деле. Я бы был весьма и весьма не против, знаете. Ну и кто бы вообще отказался. Так, и давайте ещё здесь распилим. И, может быть... Не, он, скорее всего, наверное, не возьмёт ту штуку, да, большую. Или возьмёт? А давайте распилим, пофиг. Пускай колобашки будут. Так, окей, готов, всё, таскаем. Нормально взял, молодец. Оп. Всё, силёнок нету, реально очень тяжёлая. Реально очень тяжёлая получается. Так, давай ещё раз. Опа! Ну почти, ты почти смог, друг, давай, давай. Поможем тебе здесь опять. Оп. Подпрыгнем. Возьмём. Ну, подожди. Возьми. Всё, отлично. Теперь следующее. Точно так же. Давай, аккуратненько. Опа! Молодец, закинул. Ещё один кусочек, давай. Нет, не сейчас, швыряй. Возьми руки. Аккуратненько, давай. Опачки. Молодец. Какой молодец. Всё у тебя получается. Так, разобрался с этой частью. Давайте теперь попробуем вытащить... А, у нас тут ещё с вами кусочек есть, да, небольшой. Надо отъехать на тракторе, мешается немножко только. Так, сейчас давайте развернёмся чуть-чуть сюда. В эту сторону отъедем тогда, я думаю. Да, как раз. Так, там ничего не задеваем, но вроде не задеваем. Вроде нормально всё. Окей, всё, здесь встанет тогда. Всю ты взять не сможешь? А, да ладно, можешь взять её? Нихера себе, смотри-чка. Даже пилить ничего не надо, только вот как закинуть бы тебя туда. Аккуратненько. Но он, конечно, её вообще не подкидывает никак. Так, а если так, сейчас попробуем, давай. А, ну во, вот так. Всё, отпустили. И по идее она должна на месте у нас... Да, вон она там, видно. Лежит. Окей, отдыхает. Так, что у нас с вами здесь? Здесь у нас два кусочка ещё каких-то лежат, которые нам с вами подтащить бы отсюда нужно было, да? Так, я вот этот маленький не смогу взять, кстати? Смогу, смогу. Ничего себе. Ничего себе. Да мы с вами сильны, не по годам. Так, ну давай, иди тогда сюда, вытаскиваем тебя. Сейчас всю эту зелень напилим, чтобы не мешалась она. Так, поехали. Обрабатываем, обрабатываем. Ой, отпил кусок, но он исчез, собственно, был, видимо, слишком маленьким. Всё, плюс тогда ещё древесинка у нас с вами. Давайте тоже этот кусочек туда, сразу ко всем остальным. Оп. Всё, по идее, загрузился. Ну вот он торчит даже здесь, да, надо немножко поправить. Мне кажется, что как-то слишком мало загруженный, слишком много это место занимает, хотя он сам по себе такой загогуленный просто идёт, поэтому... Ну вот сюда куда-нибудь сварить тогда хотя бы. Во, 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 балдёж. Всё, отлично. Ещё остаётся у нас с вами там кусочек где-то. Вот, 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 вот. Может быть, и его сможем? А, так подождите, его тоже можем взять? Нет, предмет слишком тяжёлый, понятное дело. Тут нам с вами поможет трактор наш. Ну поехали искать его сейчас, если найдём, конечно. Там он где-то, в принципе, в кустах-то вон валяется. Но вот сейчас его уже нихера не видно, если честно. Так. Так, ну вот, ну лежит как бы. Как бы нам было взять-то так? По-хорошему. Давай-ка попробуем сейчас опустить. Так. И я вот не вижу. По-моему, мы не... А, захватываем? Да ладно. Не, не захватили. Не захватили. Так, поднимаем, давай. Но нам с вами нужно, видимо, пониже опуститься туда ещё сейчас как-нибудь. Вот так давайте. Давайте опускаем тебя, манипулятор. Пробуем захватить. Но мы-то как бы цепляем его. Давай... Не, видите, никак не зацепить, к сожалению. Сейчас попробуем немножко с другой стороны подъехать. Вот здесь. Сейчас, 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 сейчас. Давайте аккуратненько, тихонечко. Трактор, спокойно. Ты же у нас сильный трактор, ты должен выдержать. Что это делать? Давайте отсюда подъедем. Так, тут ещё столб, зараза, вмешается вообще. Не в тему стоит, конечно, он здесь. Ну, что поделаешь. Даже ещё развернусь вот так побольше. Так, аккуратненько, тихонечко. Разворачиваем колёсики. И давайте потихонечку, полигонечку сейчас, может быть, как-то мы попробуем всё-таки вытащить. Нормально? Нормально. Прямо миллиметраж такой, знаете, соблюдаем. Так, ну что? Вот, в принципе, кусок этот самый. Но мы настолько намного, конечно, манипулятор не опустим. И он, скорее всего, его не зацепит, да? Да, он его не зацепит вообще никак. Даже сюда поближе его не цепляет. Не-а. Но, к сожалению или к счастью, он его не цепляет никак. Это уже, это максимально как бы низко. Я больше ниже не могу пускать. Либо нам с вами нужно заехать трактором всё-таки в эту канаву и попытаться оттуда как-то зацепить его уже. Ну, собственно. О, нет-нет-нет, только-только не цепляйся, пожалуйста, за эти штуки. Спасибо большое. Так, ну давайте пробовать отсюда тогда. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Всё-таки трактор у нас нормальный. Может быть, исправится. Кусты бы убрать, конечно. Так, аккуратно. Аккуратно. Вот здесь. Стоп, 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 стоп. Давай пробовать. Давайте пробовать. Так, что делаем? Поднимаем. Разводим в стороны. Так. Подъезжаем чуть-чуть подальше сюда, давайте. Аккуратненько, тихонечко. Опускаем. Так. Не, зараза, не цепляется. Немножко поворотов не хватает. Поднимаем давай. Так, подняли. Давай-ка вот так вот. О, проценты по кредиту 1500. Амортизация недвижимости, я так понимаю, это у нас за пылесос. Потому что недвижимости особо как бы больше нету. Так, ну-ка давай попробуем здесь зацепить сейчас. Опускаем. Так, зацепляем. Цепляем. Не, не цепляется нифига. Зараза, жаль. Жаль, ладно, выезжаем пока. Выезжаем, поднимаем. Выезжай, выезжай, выезжай давай. Так, сейчас посмотрим, что там можно еще сделать. Ну вот он здесь лежит. Да, из-за этой ямы дурацкой, что он так в нее упал. Тут как бы он на месте и валяется. Получается этот кусок дерева. Причем кусок-то не кислый, на самом деле. Можно, скорее всего, попробовать здесь распилить его. Че бы и нет. Сейчас, может быть, каких-то веток поубираем еще с вами. Может быть, как-то полегче станет. Но я даже просто не вижу особо где пилить, если честно. Ну, тут вроде бы все уже. Ствол так, ствол голый получается, да? Да, вот у нас есть обработанный, в принципе. Ну, мы можем, конечно, да, его распилить здесь. Как бы по кусочкам перетащить. Вот так вот, допустим. Потом просто вручную. Ну, на самом деле, он не такой большой, как казался. Поэтому можно этим заняться. Да, я думаю, тогда сейчас сможем его увезти тоже. Без проблем вообще каких-либо. Такс. Давайте, оп. Здесь немножко еще тоже распилим. А здесь, я думаю, нам вообще где-то отпилить только и все. А дальше он уже сможет взять. Ну-ка, давай попробуем. Сможет взять? Подожди, не вижу. Предместочком тяжелый, говорит. Ну, давай распилим здесь еще тогда. А теперь? Вот это сможешь взять? Слишком. Ну, вот здесь прям в траву уходит, зараза. Да, слушайте. Давайте пильнем еще здесь где-нибудь. Вот здесь. Че скажешь теперь? Во. Все. Отлично. Так, еще немножко травы осталось. Давайте сюда пока принесем. Обработаем. Ну, думаю, часть здесь отпилим. Все просто. Во. Хорошо. Теперь можем спокойно с вами это дело загружать. Оп. И продавать, я думаю, да? Так, как там поле себя чувствует? Давайте. Х5 включено, но тем не менее. Сторонники могли появиться. Но, вроде как, нет. И на том, по идее, тоже не должны. Но, на всякий случай, проверим. Проверим. Это, знаете, мало ли чего. Может произойти. Без нашего ведома. Так. Здесь тоже все спокойно, все хорошо, замечательно. Давайте, наверное, X15 вкрубим тогда. Побольше немножко времени. Поскорее, чтобы шло. Пока мы там с вами тоже возимся с деревом. Здесь все-таки тоже. Пускай входит потихонечку, полигонечку все это дело. Так, окей. Тогда мы с вами сейчас, в общем-то, разберемся со всем этим делом. Спокойно вообще. И сможем увезти еще остатки. И посмотреть, сколько мы за это еще денег получим. Если мы еще и за это... Спокойно. Пару тысяч получим. Это вообще будет просто прекрасно, знаете. Сейчас тогда будем все спиливать деревья, которые у нас на участке есть. Распиливать его, увозить. И вот как бы и денежки. Нормальные. Сможем что-нибудь, может быть, даже прикупить. Ну, я, конечно, сомневаюсь, что прям столько денег будет. Так, головешка, ты чего? Доберись давай. Сомневаюсь, что столько денег прямо будет. Но, тем не менее, знаете, как-то повеселее, чем с урожая. Как по мне. Так, давай, забирай. Давайте пока здесь накидаем сейчас их. Забирай, чтобы их хотя бы из кустов вытащить. А то нифига не видно, там толку хрен разберешься. В этих кустах. Тут хотя бы они будут валяться, и потом легко их закинем уже в кузов. Так, вот там еще где-то у нас были далеко кусочки, да? Давай это тащи. О, отлично, аккуратненько. Хотя сразу тоже, оп, закинем. Понятно. Немножко не докинул, бывает. Ну, поднимайся ты, пожалуйста, ну. Как-то он странно их так берет, жесть. Оп. Во, все, молодец. Так, ну и там немножко остается буквально. Так, ну, вроде как все. А, нет, что, кусочек маленький валяется. И вроде он последний больше. Да, что ж ты выкидываешь его, что я не нажимал ничего. Держи давай. Кашу мало ел, что ли. Так, все нормально? Конечно же нет. Естественно, он будет его сейчас перекидывать 3 часа. Так, давай, оп. Все. Да, дай пройти. Да, твою мать. Ты серьезно издеваешься на кусочек? Пожалуйста. Сейчас я так закину. Оп. Все, 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 все. Отпустись, пожалуйста. Ну, пускай торчит фиг с ним. В итоге, что у нас там получается-то с вами? Ну, конечно, так, скромненько загружены. Весьма по сравнению с тем, что было в прошлый раз. Тут было прям все вот так под завязку. Но мы с вами вроде бы зато здесь все целиком полностью от дерева этого избавились. Так, у нас там с вами еще есть, в принципе, на участке нераспиленная, что? Нераспиленная... Нераспиленная сосна. Валялась точно. Которую мы с вами можем подтащить. В принципе, и выпилить, да? Ее распилить на части. Тоже увезти тогда, раз место есть. Чтобы сразу больше денег получить. Наверное, этим и займемся тогда сейчас. И только осталось аккуратненько подъехать. Увести это с собой туда. Подальше. На участочек. Так, цепляемся. Давайте аккуратненько будем сейчас сдавать. Назад. Главное, не по полю, знаете. Главное, не по полю. Сейчас разверну здесь. Надеюсь, нигде не застряну. Так, давай аккуратно, 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 аккуратно. Едем, 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 едем. О-о-о, какая-то... Какая-то возвышенность непонятная. Так, сейчас разворачиваемся, давайте. Ну и через кусты здесь, в принципе, можно нормально. Ломануться. Главное, на поле не заскакивать. Это самое важное. Все, едем тогда сейчас до местного назначения нашего замечательного. Великолепного. Где-нибудь здесь сейчас бросаем это дело все. И едем за сосной. Ну, кстати говоря, давайте вот здесь, наверное, бросим. Сейчас тогда, стоп. Опускаем тебя. Давайте сосну немножко подтащим сюда, чтобы было удобнее. На поляну на эту, да? Чтобы было удобнее просто пилить. Здесь надо будет еще выкорчевать пень, который остался после нее небольшой. Но этим мы тоже займемся обязательно. Так. Давайте разводим в стороны. Опускаем. Так, немножко назад надо подъехать. Мешается. Да, отстань от нее. Подожди. Поднимись. Мешаешься. Вот так. Немножко много, слишком заехали. Так, еще раз опускаем. Давайте. Опускаем. Захватываем дерево. Захватили. Так. Захватили. Хорошо. Хорошо. Захватили. Максимально захватили. И потихонечку тащим назад. Во. Тащишь? Фу. О-о-о-о. Пч. Сейчас будет просто у нас минус, мне кажется, сено все наше, да? Как же он зацепился за пень-то? Вы только гляньте. Как же ты за пень-то зацепилась? Алло. Не, все нормально. Вытащили. Ой, лишь бы сейчас наши стага не повалились. А то придется потом все восстанавливать. Не, не повалились. Нормально все. Фух. Пронесло. Так, давай сюда вытаскиваем ее куда-нибудь. Дальше сюда. На полянку. Чуть-чуть хотя бы вытащим. В принципе, можно уже здесь заниматься этим делом, да? Ну-ка давай, ладно. Отпускаем. Отпускаем. Поднимаем. Так. Балдежь. Отъезжаем немножко назад. Все, выходим. Посмотрим. Ну да, да. Все, вытащили. Теперь можно заниматься делом. Тут уже, в принципе, ничего не останется. Будет все здесь у нас. Ну, может, потом, мне кажется, вниз скатиться немножко. Ну, ладно, нормально. Так, ну что. Где наша замечательная пила? Вот эти все маленькие сучки давайте уберем тоже. Все вот эти маленькие. Во-во-во. Во. Красота. Красота, да и только. Жаль, что там, с вами, так знаете, ровненькую часть сейчас не отпилить и никак не выкинуть туда. Придется на маленькие колобашки тоже распиливать все. Ну, ладно. Это не беда. Так, ну что, товарищ, ты у нас будешь отпиливаться или тебя так же отпиливать? Сейчас попробуем. Подождите. А, да, слушайте, это даже, как не считается, древесиной уже получается. Потому что, видимо, дерево само по себе небольшое. То есть вот так вот можно спокойно обработать его, да? Ну, ладно, давайте. Давайте обрабатывать тогда. Так, сейчас. Аккуратненько, тихонечко. Здесь тоже самое. Оп. Ну и здесь все. А так все? Все, смотрите, прелестно. Прелестно. Прям чудесная древесинка получилась у нас. Так, а если я здесь кусок отпилю? Ты сейчас пропадешь или нет? Не, не пропал. Остается. Ну, понятное дело. Давайте тогда быстренько напилим тоже. Повыкидываем в багажник наш. В этот, в кузов смысле. И пойдем продавать. И потом займемся пнем, кстати говоря. Так, ну, надо не забывать пробовать, проверять наши урожаи. Потому что на полях, да? Потому что мало ли чего. Нет, сорняков нет по-прежнему. Хорошо, это хорошо, это я рад. Это я рад, что вас нет. Так, а сколько здесь ты потянешь? Давай попробуем вот такой отпилить. Вот такой попробуем отпилить. А потянешь, нет? Интересно было бы узнать. Так, ну-ка. Да, может делать такое спокойное брюно. Ничего себе. Только мне кажется, он его не кинет. Нифига, ну-ка. Ну да. Кое-как. Кое-как над собой просто подбрасывает его. Так, давай еще раз. Аккуратно, ноги. Так, ладно, я понял. Сейчас. Делаем тогда вот так по старинке. Раз. Все, отстань. Лежи там на месте. Так, ну и сейчас давайте распилим все до конца тогда. Ну, эти кусочки, понятное дело, он самим сможет тащить. Даже, наверное, их кинет, как палочка какая-то получается. Ну-ка. Во, балдеж. Только как-то, мне кажется, не очень удобно там легло сейчас. Надо по... Что-то где застрял. Давай. В смысле? Что такое? Во, нормально. Так, давай-ка вот здоровенное брюно поправим. Эту палку сюда тоже закинем. Давай, во. Все, отлично, сложили. Ну и сейчас продолжаем тогда распиливать и загружать. Так, ну что ж. Все вроде как загружено. Больше здесь ничего нет. Давайте проверим. Да, такой пенек остался. Которым мы попозже займемся. Здесь у нас, в принципе, тоже все на местах. Так, ну-ка. Опа-опа. Ну да, ну сколько-то дерева у нас с вами все-таки есть. И сейчас мы это все увезем. Дело так. Наверное, мы манипулятор оставим где-то здесь, я думаю. Нам как бы зачем с собой вытаскать? Только лишний груз и худшая управляемость. Все, оставляем тебя здесь. Нормально дропнулся. Так, тихо, аккуратно. Ух, чуть не задел. Чуть-чуть бы еще и задел бы. Давайте свет включим, а то не видно нифига. Темно же ведь еще на улице-то. Так. Подцепили. Я думаю, даже можно тентами накрывать. Хотя, ладно, закроем все эти пожарные. Во, теперь ничего не видно, что происходит. Так, ну поехали. Поехали. На место продажи. Кстати, тут, видимо, смотрите, с поля убрали урожай. Так, да. И, видимо, уже что-то новое засели. Ну, значит, у нас скоро тоже взойдет, по идее. Сейчас, видимо, на старое место продаем. Смотрим, сколько денег с этого получаем. Ну, то есть, там целиком сосна получается срубленная, да, и кусочек еще старого дерева. Сколько в итоге нам за это дело все дадут? Очень интересно посмотреть. Но я думаю, что тысяч пять, короче говоря, почему-то мне так кажется. А может быть, больше, как-то знать. А может быть, я раскатал губу, кстати говоря, тоже как вариант. Может быть, вообще там очень мало денег дадут, не знаю. Сейчас посмотрим. Сейчас все будет видно. Так, окей, выходим. И сколько в итоге получаем? Три тысячи. Ну, как я говорил, по-моему, первый раз, что нам дадут, типа, две-три тысячи. Потом я начал почему-то думать, что нам дадут больше. Но в итоге, ну, все равно нормально. Слушайте, мы за два дерева десятку получили, считайте. То есть, мы распилили первое дерево. Кусочек продали на семь тысяч его, получается. Потом допилили его остатки там какие-то непонятные, да. И сосну маленькую, небольшую распилили. Собственно, мы все продали за три тысячи. Нормально, нормально. Вообще, очень даже, знаете, не дурно, как по мне. Так, ну что, ладно, мы пока возвращаемся к себе, естественно. Ждем, что там по урожайности у нас будет. И дальше у нас следы остались на поле. Нормально. И дальше, я думаю, там с вами будем тогда тоже продолжать выпиливать деревья, копить денежки и, возможно, потихонечку покупать технику, необходимую для засадки. Все и все древесины. Ну что ж, друзья, на сегодня мы с вами пока завершим. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. А мы с вами, как всегда, увидимся совсем скоро. Всем до скорого и пока-пока.